здорово так смотрите что получается нам ситуацию говорить опять все не успел так как же мне быть то испортила сорт знаете кто не страду Елизавета я постараюсь немножко быстрее почему прививку сделала взрослая яблони а вот это вот она взрослая получила антоновку испортила я вас поздравляю за это вот как сохранить а я не знаю возможно что вы теперь возьмете ветку на которой вот эти плоды получились испорченные но лучше в сторону испорченные снова приверите сохраните а может не сохраните вот извините за короткую такую реплику это я показывал для чего вот это вот для того чтобы это вишня выжила и надо вот так обрезать а почему чуть ниже вот иначе начинаются такие проблемы корневый отводок позволит ну в общем так сам принцип поняли вот это по железовски неудобно лишний раз но почему потому что вопросы опять задают и задают вот смотрите видите вот это сбалансировано что дальше а дальше вот видите за моими спиной вы думаете сколько времени прошло от седова до седова смотрите внимательно три года стоит только сбалансировать не вот это он начинает как он начинает низ расти я отвечаю на вопрос нескольких сразу я уже не стал ваши письма друзья а у меня я посадила ну обычно как дух ну есть такой длинномер не длинномер но двухметровый это стандарт особенно у дороги купили на рынке двухметровый это нормально и два-три года растят чтобы человек думает что сразу готовое дерево вот это вот не готовое дерево чтобы она стала готова наоборот надо вот это убрать а так его посадил а если она не сдохнет она начинает расти вниз я говорят в реке же 2 холлургом тут лучше ведь этих листьев не будет это они должны выкормить вот корни и тогда корни будут расти то есть не то что кроме не учите других а он посадил а как садится но это ладно это еще 8 ну допустим весной допустим без листьев и вы все думаете что когда вот этот пересаженный с обрубками корней это отводок он питался от мамы вот такой здоровый раз и приходит весна-лето вы думаете он даже вот такой не будет часть будет сухих веток это я проверял на прикосах специально так на вишне еще ладно вот да и на вишнях тоже и не растет не растет а то что если даже он целый остается два-три года уходит чтобы так отрастить а так как не полноценное питание что внутри происходит загнивание о чем никто не подозревает а выводы потом а зачем заказывали ой вишня вся покрыта плесенью и никто не знает что нельзя было так садить садим по железу а еще пример вот через три года вот это имеем красота да передается качество мамки почему корневой отводок дальше еще бы быстрее дальше корневой отводок яблони но это можно проходили я на саду привет вот теперь вот это вот яблонька смотрите сюда даже с горшком только так и никак иначе что происходит потом потом я смотрите внимательно это мой пример это дерево не парито только при посадке она пересажена сергей вырубил несколько знаете когда она была вот так видите вот эти вот пересаживался ли пень 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 это было огромное дерево до трех метров высоты вот вот что пень пень вот они видно за мной все вот так я обрезал все вот я болту на лет сейчас увидим на следующем снимке вот так обрезал и сказал я найду ему место так потому что несколько он срубил потому что мне нет места под питомник сергея не было и вот таких несколько уничтожил просто взял и уничтожил привитых знаете кого уничтожил баи уничтожил вот академика вот он я спас как я взял перенес его вот так с комом земли вот здесь обрезки и прошел еще вот смотрите вот это все за один год еще раз говорю участок куплен в 2015 пересадка в 2016 вот теперь он умудрился вот они пенечки за 2018 год дать не просто а заметьте сильнейшая обрезка корни ну вот они вот так вот да конечно по обрубал что там говорить но они дали возможность за один год вырасти вот отсюда до седу вот видите теперь еще вот внимание как тот любой фокусник может вытащить из шляпы кролика но ни один фокусник не может вытащить шляпу из кролика а мы можем дается еще раз весна осень ну что убедилась что только в настоящее привык когда здоровое дерево вот так вот ой я уже заговариваю друзья обрезка обрезка сильнейшая а помните мне пришлось елозить прошел прошлом этом а вот у меня совсем маленький а пересадка так хочется чтобы осталось целиком они так малюхоньки я тебе вот так жалко а вот так вот вот такие длинномеры а вот он заметьте жалко я с подогрев какой он будешь до того и потом вот вот это все а вот это просто одного года вот смотрите еще заметьте пусть этом еще целый месяц рос а вот девушка которая не маленькая не ниже меня роста вот так видели ну а дальше что дальше я уж эту тему продолжать не продолжать значит лето настолько растянулась холодное лето смысле что я последние вишни ел уже в сентябре но месяц позже обычно вот в этом так эту фотографию показываю руки прочь когда вы это видите не верьте никому а а шмыгивание как а обрывание этих через один через два вот этих вот это все только это тоже калечения вид обрезки то есть взяли раз 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 также как а шмыгивание также как прищипывание так вот не не трожьте вы это а придет время две-три ягодки повиснет остальное все будут побеги не бойтесь вы это никакие урожаи которые огромные которые убьют этот саженец якобы ничего этого не будет оставьте дерево покоя судьба такая взяли ветку помните какие основания штамба на привиле и она со взрослого дерева по двое был двух или трех лет к сразу же советка зацвела ну что ж теперь лета калечить ее доставьте в покое вот все что я вас говорю еще вот это привет моему другу из брянска так как у меня память думал не стал записывать фамилию это тот самый один из моих учеников причем из деятельных он побывал не и люпина на соседский институт который выпускает паршивейшие саженцы кушать то хочется которым царствует та самая дама которая научила с помощью книги убивать черешня за одним и все остальное вот и вот он там увидел рак на корнях вот ребята он спросил что с этим делать деньги плачены ну что делать знаете я в таких случаях когда деньги плачены потом оказывается зря я вспоминаю мне нравится польский юмор что прошим знаете у них такой фильм был очень интересный из нескольких юмористических рассказов как бы там мужик идет ночью ночь там через эту по пусти на улице и остается другой мужик тот мужик ему спокойно говорит ой ты купи кирпич заметьте не требует кошелек купи кирпич тот трясущимися руками достает там допустим 100 злотых как это называется купюру дрожащими руками протягивает ее и бежать тот берет эту купюру и вдогонку а кирпич да ладно ставьте себе а сдачу представляете вот как ему никто ему не скажет забирайте деньги обратно мы вам подсунули вот эту больную больные а